Сегодня мы с вами еще поговорим о Грузии. Меня зовут Ирина Политайкина, я также веду направление Грузия в компании Интурист. То есть, скажем так, общая информация о Грузии, она у нас с вами находится на юго-востоке Европы, занимает центральную и западную часть Закавказья, граничит на севере с Россией, на востоке с Азербайджаном, на юге с Арменией и Турцией, на западе мываются Черным морем. Территория Грузии в основном она у нас гористая, на севере и как раз границы с нашей стороной проходят по главному хребту Кавказских гор. Климат Грузии на Черноморском побережье это субтропики с высокой влажностью, более-менее нет влажности в сентябре месяце, а в основном это у нас средне-земноморский климат. Виды отдыха в Грузии у нас различные, в принципе представлены все. Это и пляжный отдых вот здесь, Батуми, Кабулети, и больное лечение Боржоми, Сейрме, курорты. Всем известна вода Боржоми. Горнолыжный вид отдыха есть, Бакурианин, Кудаури, вместе развивается. Ну, соответственно, экскурсионка от нее и без нее в принципе никуда. Валюта у нас в Грузии это лари. Брать валюту можно доллары, можно рубли. Рубли тоже меняют. Где-то будет 1 доллар 2,5 лари и 1 лари будет где-то около 24 рублей. Колеблется туда-сюда плюс-минус, но не критично. Монеты у них Т3, а 1 лари, соответственно, будет 100 Т3. Разница с Грузией у нас сейчас плюс 1 час. Это безвизовая страна. Въезд в Грузию только по загранпаспортам. По российским паспортам нельзя. Были случаи, когда люди пытались ехать по российским паспортам. Авиаперелет составляет где-то до 3 часов. 3 часа. Основные аэропорты в Грузии у нас расположены. Это Тбилиси. Это как раз центр, столица Грузии. Черноморское побережье у нас прилет идет в Батуми. И есть еще аэропорт Кутаиси. У нас все туры рассчитаны на регулярных рейсах авиакомпаний. Грузинские авиалинии Джорджия, РВС, Аэрзена по-другому ее еще называют, Аэрофлот, Победа, С-7, Уральские авиалинии. Обратите внимание, что в этом году Победа вышла и на Батуми с очень хорошей стоимостью авиабилетов. Немного про данный лукостер. Минимальный тариф идет только с ручной кладью до 5 кг. Обязательно обращать внимание туристов на это. Докупать багаж можно самостоятельно при регистрации онлайн после выписки основного тарифа билета, то есть после выписки основных билетов. И обратить внимание туристов. Эта информация есть на сайте Победы. Она была введена в прошлом году. Если туристы не проходят регистрацию онлайн, то есть она бесплатная, соответственно, в аэропорту на обратных вылетах в международных аэропортах они будут взимать по 25 евро. Обращаем внимание на это туристов. Летаем, соответственно, балетные программы, выставленные из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа. Грузинские авиалинии напрямую решили летать в Тбилиси. Попробовать посмотреть, как будут загружаться данные полетные программы. Екатеринбург, Казань, Минеральные воды, Новосибирск, Самара, Сочи, Уфа. Если есть какие-то там вопросы у вас будут, вы можете сразу задавать в чат, я буду их параллельно отвечать. По особенностям бронирования, ну, как всегда, на всех вебинарах мы продолжаем акцентировать внимание на наш новый сайт, соответственно, чтобы вам было проще работать с ним. Есть агенты, которые могут только начинать свою работу и немножко теряются в нашем онлайне, в принципе, ничего сложного там нет. Соответственно, мы выбираем с вами город отправления, страну, куда вы хотите отправить туристов. Регион можно выбирать, можно нет, потому что их много, количество туристов. Тик-тура, он не обязателен, он распространяется на все туры и, соответственно, в турах уже идет выбор. На данный момент у нас посчитаны стандартные авиатуры, это размещение, трансфер, медицинская страховка и авиаперелет и тур Двилиси плюс экскурсии на выбор. Но это стандартная форма, по всем направлениям, которые я веду, они приведены в единый формат. В данном случае здесь идет размещение, медицинская страховка, авиаперелет, трансфер и перечень экскурсий групповых, именно групповых, которые представляются туристу именно на выбор. То есть он может выбрать, какую экскурсию хочет посетить. Соответственно, выбираем все параметры определили и уже нажимаем на купить. У вас появляется, летает самолетик, потом появляется выбор авиаперелетов. Вы выбираете перелет, который уже вам необходим, авиакомпания, которая вам необходима, соответственно, по стоимости, по тому бюджету, на который турист определяется. И нажимаете кнопку «Выбрать». Все, вы проваливаетесь в корзину. Тур Стамбул плюс экскурсии на выбор. В корзине будет перечень, галочки будут стоять на всех экскурсиях. Вам нужно только их будет убрать. И оставить только те экскурсии, которые необходимы. Начнем мы с вами с Батуми. В принципе, сегодня как раз на вебинаре мы будем говорить только о Батуми. Да, вот так, да? Только о Батуми и отбилиси. Батуми у нас с вами город-порт. Он является столицей Аджарии и, в принципе, главным пляжным курортом Грузии. Город располагается на Черноморском побережье, на западе страны. В принципе, он достаточно интересен сам по себе, потому что он как бы включает в себя две части. И историческую часть, и современный туристический район с очень интересными достопримечательностями, инсталляциями, современными, старинными. Это все в сочетании дает необходимый колорит данному городу. Это все-таки город, получается, не типичный курорт, а именно город-курорт. Основная отельная база у нас с вами расположена в исторической части. Это вот в этой части. Но в этом году у нас представлены еще отели, которые новые, которые застраивают вот эту часть. То есть, если стоять лицом к морю, это будет левее уходить. Там немножко узкая пляжная полоса, но, в принципе, основная пляжная полоса у нас проходит вот здесь. Пляжная полоса у нас отделяется набережной. Крупная галька присутствует. У нас с вами есть только черный песок. Это курорт Уреки. Все основные кабулеты, квариати, поселки, батуми – это только галька. Причем достаточно крупная. Это нужно иметь в виду. Кляжная полоса отделяется набережной прогулочной. Соответственно, первая линия отелей – это у нас идут только отели высшего уровня. Отели 5 звезд, 4 звезды, как, например, Колизей, на то же уровне 5 звезд. Достаточно дорогие и в основном сетевики. То есть, трешек на первой линии нет. Единственное из новых отелей, которые недавно построены по формату апартаментов, расположен как раз в левой части. Это уже новый район. Что нас интересует с вами, в принципе, Батуми и на что нужно отталкиваться? Историческая часть. Проспект Руставелли. Пешеходная улица Зураба-Гаргеладзе. Приморский парк, который расположен, где расположен порт. То, что нам интересно. Мы отталкиваемся от точки. Вот это вот историческая часть Батуми. То есть, грубо говоря, отталкиваться можно от площади Европы, которая расположена вот здесь. Улица Зураба-Гаргеладзе, пешеходная улица, это до моря где-то будет 300 метров. Вот эта часть. То есть, соответственно, все, что идет от главной дороги, которая проходит через весь Батуми, это уже считайте километр. Но все отели, которые расположены в исторической части, они в пешей доступности до моря. Я, к сожалению, я вижу курсор, но я, к сожалению, не могу его сделать во что-то большее. Видно, тут еще какой-то курсор появился. Так, ладно, это технический момент. А, вот теперь видно, да? Вот он. Теперь вы видите. Так, ну, я просто тогда сейчас быстренько пройдусь. Вот историческая часть у нас с вами. Приморский парк. Это у нас основная набережная с сетевиками. Это у нас улица Зураба-Гаргеладзе, пешеходная улица. Вот от этой улицы до моря будет 300 метров, не более. От главной дороги, которая пересекает весь Батуми, это будет у нас уже с вами километр. Но в любом случае, все отели, которые расположены в исторической части, они как раз идут в пешей доступности до моря. То есть без проблем можно дойти туристам. Что еще можно посмотреть у нас в Батуми? Парк 6 мая. Есть зоопарк. Ориентируемся мы с вами, как точка отсчета, будет у нас площадь Европы, она вот здесь вот расположена. Есть площадь пьяцы в венецианском стиле сделана, она вот здесь расположена. То есть это уже идут, как правило, стандартные вопросы туристов, сколько метров до моря. То есть ориентироваться нужно вот на эти параметры. По шезлонгам. Шезлонг, шезлонг где-то будет около 10 долларов стоить. Покушать, в принципе, средняя цена на человека 20-25 долларов. Это без вина. Порции большие. Грузины очень щепетильно относятся, скажем так, к еде, и поэтому даже несмотря на высокий спрос Батумского побережья, они не уменьшают порции. Поэтому там есть очень много кафе, где можно, в принципе, недорого и вкусно покушать. Нужно понимать, что отели в основном работают все на завтраках. То есть системы включена в Грузии и нет. Есть только, например, в Кабулете такой отель с большой территорией, наверное, он единственный. Джорджия Палас называется. Там возможен фулборд. Соответственно, во многих отелях из приятного, даже три звезды, из приятного такого комплимента, всегда можно найти халат и тапочки. В принципе, для некоторых туристов это тоже немаловажно. По климату я уже вам сказала, что влажность достаточно высокая, в принципе, как в Абхазии. Если кто был в Абхазии, там тоже самое получается. Черное море. Так, ну, наверное, по Батуми все. Если есть какие-то вопросы, можете задавать. Основные точки отсчета понятны. Площадь Свободы, площадь Пьяца и набережная, которая отделена прогулочным бульваром. Теперь пройдемся по отельной базе. Как я уже сказала, на первой линии у нас расположены сетевики и отели 5 звезд, отели 4 звезды, как в Колизей. Трешек там нет. Трешки будут все в исторической части в центре, либо в более уже дальней части города. Из сетевиков у нас представлены Шаратон Батуми, Хилтон Батуми. Соответственно, уровень отеля достаточно высокий. Расположены за прогулочной набережной Рэдисон Блубатуми. Обратите внимание на Колизей Марина. Он идет в категории 4 звезды, но уровень отеля на самом деле 5 звезд. Очень интересный, с открытым бассейном. В принципе, во всех пятерках есть бассейны, есть спа-центры, фитнес-центры, конференции, залы, рестораны, само собой разумеется. Номера все большие. Если мы говорим об отелях 3 звезды где-то в исторической части, то, как правило, там номера небольшого формата будут. Первая линия. Сюда я добавила, это уже не первая линия, но это новые отели, которые у нас появились в этом году. Бест Вестерн Премьер Батуми 5 звезд, новый отель. Интурист это старый, он на первой линии расположен. Соответственно, по качеству интуриста, так как ему достаточно много лет, он немножко, он, как я говорю, не... Сервис предоставляет отель 5 звезд, но, соответственно, в состоянии уже будет более таком достаточно старинным, но качественным. Отель Эйфория Батуми, в котором есть казино. В принципе, Грузия на самом деле является тем источником, куда люди едут играть, потому что там нет никаких запретов. С этим проблем не возникает. Новый отель, который у нас в этом году появился, Sky Tower, отель 5 звезд. Он тоже расположен практически на набережной. Рядом с ним расположено озеро Тагани, и где-то недалеко будет Батумского аквапарка. Но это, получается, у нас середина Батуми. Обратите внимание на отель-диван Батуми. Это пятерка, но она идет у нас в середине исторической части, это где-то будет 150 метров от пляжа, но по качеству он очень хороший, и цена у него будет подешевле, чем у сетевиков, которые расположены на первой линии. Адмирал Батуми ближе к порту отеля расположен. Тоже высокого уровня, 4 звезды, достойные 4 звезды. В принципе, в некоторой категории 4 звезды на самом деле, они аналогичны 5 звездам. Я бы так акцентировала внимание. Уровень достаточно высокий, соответственно, и стоимость тоже достаточно высокая. Вот я обращала внимание, что левее, где застраивается территория новыми отелями, но они идут в формате уже апартаментов. В этом году мы предоставляем Horizon Support Hotel и Тангерини. Это уже не первый год продаем. Это как раз будут у нас с вами стандартные апартаменты с мини-кухней, где можно будет готовить. Дальше уже по отелям 4 звезды. Это уже не первая линия будет. От 300 до 500 метров до пляжа в зависимости, где расположен отель. Но в основном все-таки это будет историческая часть. Например, Батуми Палас. Это бывшее название Air Palace. Он расположен как раз на пешеходной улице Зураба Горгеладзе. Отель Legacy пользуется популярностью. Отель в Галугре. Хороший отель. Недалеко от площади Европы, соответственно, тоже историческая часть. Обратите внимание, в этом году новый отель мы выставили продажи Best Western Plus. Он у нас с вами идет как раз левее, если мы смотрим на море в новой части. Это тоже достаточно новый отель. Уже от площади, от центральной части исторической будет немного далековато. Но сам отель очень-очень хороший. И имеет, так как он расположен, в принципе, на набережной, имеет очень красивые виды. На крыше отеля есть карная терраса с баром и открытый бассейн. Все эти отели Best Western Plus. Я хочу сказать, что отели здесь у нас представлены не все. В принципе, сейчас у нас на сайте более 100 отелей представлено в Батуми. Плюс есть Кабулетти, Квариати и Уреки. Кабулетти, Квариати и Уреки в основном отели гостевого плана 3 звезды. Нет, бассейны есть в отелях только 5 и 4 звезды, и то не во всех. Это по поводу, есть ли во всех отелях. В трешках бассейны редко. И надо понимать, что историческая вообще часть, сам Батуми, он очень плотной застройки. Там нет никаких больших территорий в принципе, потому что это считается город. Это все-таки город, и отели очень плотно к друг дружке идут. Из трешек, обратите внимание, пьяца Фокаус, пьяца Ин, есть еще один пьяца, расположенный как раз на площади пьяца. Они в венецианском стиле, там очень маленькие номера, но очень колоритные, я так могу сказать. Очень интересные, колоритные. И расположение, соответственно, считайте центр исторической части. По экономным вариантам можно обратить внимание Геба Курии, недалеко от площади Европы, тоже историческая часть, и всего лишь 300 метров до пляжа. Джилл Хотел, здесь будет чуть-чуть подальше от Европы, но это тоже у нас историческая часть. Блэк Систар, экономный вариант, 500 метров от площади Европы. И GMC Хотел, он больше, ближе идет к железнодорожному вокзалу Батуми. Далее из отелей Три Звезды можно выделить, это то, что бронируется, то, что пользуется популярностью и те отели, на которые нет никаких жалоб. Роэл Хотел, это уже будет отель ближе и левее расположен, если мы смотрим на море, более в новой части, недалеко в принципе и от моря, и от Батумского аквапарка. Отель Абсолют, то же самое у нас, недалеко будет Дельфинарий Батуми, от пляжа тоже недалеко. Отель Марани, это уже километр будет до пляжа, и подальше 800 метров от площади Пьяца, то есть уже ближе к главной дороге. Отель семейного типа, есть фамильные номера в нем, и есть номера с кухней, где можно готовить. Отель Эле у Три Звезды, Холус, также и отель Мириоси. Эти отели расположены уже более далековато от пляжной линии, и соответственно цена у них будет уже более экономичного плана. Если у вас есть вопросы по Батуми, в принципе, можете задавать. Но надо просто понимать, что я повторюсь, что все-таки это город-курорт, плотная застройка, отели все на завтраках, но очень много кафе, где можно покушать. В основном отельная база, она в принципе сама по себе небольшая отельная база в Батуми, потому что просто территории нет, но она еще начинает застраиваться, расстраиваться дальше по Черноморскому побережью. и в основном, ну, наверное, в принципе, по Батуми, наверное, все. Вот. Из экскурсий, которые можно посмотреть в Батуми в основном, это ботанический сад возят, обзорку делают по Батуми, 3 месяца. В принципе, это как в Абхазии, то есть есть бархатный сезон в сентябре, где-то до середины, и в мае все равно еще вода холодновато, соответственно, июнь, июль, август, при высокой влажности. Так, ну что, поехали теперь, наверное, по Тбилиси. Я выбрала карту Тбилиси с линией метро, чтобы было понятно. В принципе, Тбилиси сам по себе, все, что мне кажется, сезон фруктов у них начинается рано. Это просто сразу на вопросы отвечаю, потому что, в принципе, это, считайте, это юг, это южная часть. Так, по Тбилиси по карте. В принципе, сам по себе Тбилиси не большой город. И когда туристы начинают смотреть, выбирать отели, соответственно, отели, которые у нас расположены в верхних строчках в онлайн-подборе тура с самой дешевой стоимостью, они расположены будут в более дальних районах от исторической части Тбилиси. Но сам по себе Тбилиси, он небольшой, это где-то около 30 километров всего. То есть расстояние не огромное, как, например, в Стамбуле. То есть бояться и пугаться не надо этого. Для ориентировки, в принципе, тоже полезно знать какие-то основные точки привязки. Мы с вами... Вот основная точка привязки, мы смотрим с вами река Кура, которая делит Тбилиси на две части. Вот она. Сейчас я включу курсор. Вот река Кура, которая делит город на две части. Соответственно, историческая часть. В этой области идет современная часть. И районы за рекой Куры расположены. Линия метро. Есть одна основная ветка, есть одна второстепенная ветка. Точкой привязки можно смотреть крепость Нарикала. Соответственно, в Старом городе крепость Нарикала, в принципе, видна. Она очень видна из любой точки Тбилиси. Что нам интересно? На левом берегу нам будет интересен... Вот в этой части здесь есть... Он просто не написан. Митевский крам на Митевской скале. Соответственно, точка, кафедральный собор Святой Троицы. Интересно будет. И вот здесь будет площадь... Вот здесь будет мост мира, который в такой вот гибкой форме сделан. Наверное, все картинки видели. И здесь будет площадь Европы. Это ориентир уже на современную часть города. Проспект Руставелли, который как раз упирается в метро Руставелли. Вот это нам будет интересно. Это вот нужно смотреть, как именно какие-то основные точки привязки. Где вообще расположены отели. И где можно смотреть какие-то экскурсионные достопримечательности. Расстояния, в принципе, они здесь небольшие, как я уже сказала. Площадь Европы, да. От площади... Ой, простите. Площадь Европы, это у нас Батуми. Все, сори. Площадь Свобода называется. Да, Свобода. Прошу прощения. Из Батуми я еще не перешла в Тбилиси. Площадь Свобода, да. Площадь Свобода, которая как раз проспект Руставелли перетекает в метро Руставелли. И расстояния здесь в центре тоже невелики. Например, от площади Свобода до метро Руставелли это где-то около 1300 метров. От крепости Нарекала до храма Самебы это где-то будет у нас, ну, если по прямой, 1200 метров. Например, от Сионского собора до храма Ан-Ческ-Хати будет 500 метров. То есть, в принципе, Тбилиси не большой город. Международный аэропорт Тбилиси у нас расположен вот здесь. То есть, тоже получается не очень далеко от центра Тбилиси. Отели, которые будут представлены, расположены у нас с вами в старом городе. Вот здесь. На другой стороне реки Куры район Авлабар. Это вот здесь, Авлабар. Район Тацминда. Это как раз у нас Руставелли. Есть отели, которые расположены в район Ваке. Это уже не туристический район. Есть район, который расположен не туристический. Здесь Сабуртала. Это уже подальше будет от центра. Но там, в принципе, есть метро, где можно спокойно доехать до старого города Тбилиси. И район представлен еще у нас по отелям, район Чигуретия. Это вот эта часть. В принципе, по точкам привязки, я думаю, тоже более-менее все понятно. Сам по себе Тбилиси небольшой. Теперь пройдемся по отельной базе. Я добавила еще карту метро, чтобы было более удобно туристам смотреть. Вот смотрите, старый у нас район Авлабар. И метро Роговелли. Вот эта вот часть. В писании это уже идет не туристический. Правее уходит. Соответственно, современная часть Руставелли. И Марджинатшвили. Там есть, например, Дарчи Палас. У нас недалеко отель Три Звезды. Из спальных районов метро, технический университет. Больше. И в принципе, наверное, все. На совсем окраину мы туристов не возим. Это то, что недалеко от старого города Тбилиси. По отельной базе. Обратите внимание, мы сначала выделили вам отели более высокого уровня. Потому что туристы спрашивают. Есть достаточно много взыскательных туристов, которые спрашивают высокий уровень отеля в Тбилиси. Отель Амбассадори. В принципе, одно название, два корпуса. Историческая часть у нас с вами будет уже просто более, так скажем, более старый ремонт. Но питание, зацерки, например, они питаются в новой части корпуса уже в новом отеле Амбассадори Нью. Соответственно, стоимость номеров очень разнится. Дороже, соответственно, Амбассадори Нью. Очень хороший отель, недалеко расположен от моста Мира и прямо рядом со старым городом. То есть пешком 500 метров, это в старом городе. Удачное расположение, хорошее качество, вкусно кормят. Цена, соответственно, тоже достойная. Но это стоит того. В принципе, можно брать Амбассадори историческую часть. То есть, если туристам не обязателен современный ремонт в отеле, то это очень даже и по качеству, и по цене будет очень даже хорошо. Новый отель, отель Йота. Достаточно интересный. С виду он, как современное обычное здание, но внутри в нем расположен красивый сад вместе с рестораном. Недалеко находится 300 метров от площади свободы, уже от центральной части. Номера очень большие и сделаны они, оформлены в современном стиле. Хорошая, качественная пятерка. Год назад, наверное, был отель категории 4 звезды. Они повысили. Но, коллеги, прошу обратить внимание, в Грузии нет специального органа, который выдает либо лицензии, либо определяет категорию отелей, поэтому у них категория отелей идет на, грубо говоря, на собственное усмотрение. То есть, если отель 3 звезды, он не соответствует, на ваш взгляд, отелю 3 звезды, но он соответствует, на взгляд, владельцу этого отеля 3 звезды. А так он может либо 4 быть, либо 2 звезды, соответственно. Это нужно понимать, потому что это, ну, вот принято так у грузин. Соответственно, Двилиси и Мариотт. Недалеко от площади Свободы, недалеко от парламента Грузии, современная часть. Рэдисон Блюэверия, в обязательном порядке Рэдисон. Ну, соответственно, бизнес-отель высокого уровня, высокого класса. Постоянно заполнен иностранными, как правило, туристами. Картьяр Бай Мариотт расположен на площади Свободы, как раз в центре современной части Тбилиси и недалеко от исторической части. Много задают вопросов по поводу бассейнов. Бассейны есть, как правило, либо в сетевиках, либо в отелях 5 звезд. Вот в отелях 3 звезды, бассейны, они... Так как отели с собой представляют небольшие постройки с небольшим номерным фондом, то бассейн, как правило, там нет. Максимально, что может быть, там это сауна. Хороший отель Ивани Олд, 4 звезды, историческая часть города, рядом с серными банями. Наверное, все слышали про район Абана Тубань, да. Серные бани, действующие, кстати. Отель Витзиси, 4 звезды. Это как раз новый район Тбилиси и Сабуртала. Это нетуристический центр, метро, медицинский университет. Дотиковый отель, жалоб нет, качество очень достаточно хорошее. Отель Вера Палас. Кстати, вот в четверке есть, в этой четверке есть у нас открытый бассейн. Обратите внимание, в принципе, километр до старого города. Хорошая, качественная четверка. Недорогая, кстати. Отель Мери Плаза. Расположен недалеко от станции метрополитехнический университет. Тбилисский зоопарк. И, в принципе, это будет у нас ближе к современной части города Тбилиси. Тоже хорошего уровня, достаточно новая четверка. Отель Тифлис Палас. Это центр старого города. Четыре звезды по уровню пять звезд. Он находится рядом с серными банями. Высокого уровня отель. Очень красивые виды. То есть, он прямо в центре, получается, старого города расположен. Сетивик, соответственно, Холли Дэйн. Всем известный. Румс Хотел. Очень качественный отель. В интересном стиле. Достаточно колоритный. И находится недалеко от метро Ростовелли. Тоже есть крытый бассейн. Ну, надо понимать, что, конечно, отели четыре звезды в Грузии. Уровень цен будет выше среднего. В принципе. Придаем недорогой отель, но который расположен уже далековато от исторической части. Станция метрополитетный университет. Это отель Гуру. Четыре звезды. В принципе, жалоб на него не поступает. Но я хочу еще раз обратить внимание, что категоризацию отелей грузины делают самостоятельно. Без каких-то либо определенных официальных лицензий. В этом году продаем отель Blossom Inn в Тбилиси. Хорошая четверка. Будет уже с правой стороны исторической части города. Уже метро и сани идет. Где-то 900 метров. Достаточно новый тоже. В принципе, за последние годы Тбилиси очень сильно развили свою базу отелей. Это очень заметно. В Тбилиси у нас где-то в онлайне сейчас 150 отелей представлено. Различных категорий, различной ценовой политики. В принципе, достаточно широкий выбор. Отель Далабарь Хотел. Тоже это центр Тбилиси. Здесь у нас идет метро Самосиара Гвелли. Недалеко будет. И несколько минут ходьбы от набережной реки Кура. Астория Тбилиси. Четыре звезды. Не надо путать с отелем. Просто Астория. Три звезды. Тоже расположен в центре города. В 700 метрах от отеля находится Тбилисский фуникулер. Площадь Свободы где-то 600 метров. В принципе, тоже центральная часть Тбилиси. Еще один сетевик. Бест Вест Вестерн. Это Бест Вестерн Тбилиси Сити Центр. Четыре звезды. Это уже район Вакия. У нас идет нетуристический район. Более спальный. Будет уже далековато от площади Свободы. Историческая часть. Но по цене он более-менее приемлемый. Соответственно, также район Вакия. Три звезды мы представили. Представили Вакия фотел три звезды. Это уже эконом-класс. Три звезды тоже расположен в этом районе. Аккуратненький, чистенький. Аккуратненько чистенький эконом-вариант. Далее, обратите внимание, из четырех звездочных отелей. На Вельвет Хотел, Митей Хилайн, Билисели. Это тоже современные части города. Отель Епик, который расположен прямо напротив кафедрального собора Святой Троицы. Отель КММ, Трис Плюсом. Вот здесь вот у него категория Трис Плюсом. Но, в принципе, я бы дала хорошую четверку. Также недалеко от кафедрального собора, в исторической части города. Но цена будет соответствующая. Но отель никаких нареканий не вызывает. Отель Сити Центр, четыре звезды. Здесь бы я уже дала, на самом деле, Трис Плюсом. Потому что здесь идет качество, как раз цена качества будет. То есть между трешкой и между четверкой. Но далековато от исторической части города. Далее. Обратите внимание, отели три звезды. Трис Нарикало, Трис Авлабаре. Это у нас чуть подальше от исторической части города. Это нужно ехать на метро. Эконом варианты очень минимальные по цене. Отель Атлетикс. Расположен достаточно далековато. Мирабель Хотел, то же самое. Голден Стар Хотел и отель Элеганс. Ну, очень привлекательной ценой. Но до центра уже километров будет, наверное, пять, если не меньше. И не надо путать отель Элеганс, который висит на, показывается на Booking.com. Там, на Booking, который идет около железнодорожного вокзала, по-моему. Это немножко другой отель Элеганс, который мы предлагаем три звезды. В принципе, если есть у вас вопросы по отельной базе Тбилиси, потому что я не все отели сюда выставила, их достаточно много, но это основные. То есть, давайте просто повторим, что в будущем мы планируем сделать аналог Стамбула. В скобушках просто указать районы по Тбилиси, ближайшее будущее, потому что, чтобы было удобнее, на самом деле, смотреть, какой район, чтобы сразу выбирать отель. Но я повторю, что все, что идет минимальное по цене, оно все-таки расположено достаточно далековато от исторической части города и даже от современной части города. Но рядом есть либо метро, либо без проблем можно вызвать такси и доехать до любой достопримечательности Тбилиси. Я, наверное, не сказала, что Тбилиси, соответственно, все отели, отельная база вся работает на завтраках. То есть, никаких там, это городские отели, никаких все включено, завтрак, ужин, в принципе, там не предусмотрено. Но также в Тбилиси, соответственно, есть много кафе, где можно, очень много кафе и ресторанов, особенно в исторической части, где можно недорого и вкусно покушать. То есть, в этом проблем никаких вообще не возникает. Из экскурсий представлены то, что, как правило, посещают туристы и показывают туристам. Мы с вами смотрим, соответственно, обзорные экскурсии по старому городу Тбилиси, обзорные экскурсии по новой части Тбилиси, по современной части Тбилиси. Поездка в Цхе, которая недалеко от Тбилиси расположена. Поездка в Кахете, это у нас уже с вами восточная часть Грузии. Сейчас я договорю, потом я отвечу на вопрос. Кахете, это восточная уже часть Грузии, там идет направление Сигнаги, или Сигнахи, кто как называет, и Бодби. Соответственно, это винные погреба, это уже винный район, это дегустации, это дегустация вина, дегустация чачи, мастер-классы грузинской кухни. То есть, это часть. Дальше мы смотрим, как правило, это Казбеги, Ананури. То есть, все, что связано с горами, есть поселок Казбеги. У нас представлено на сайте там, в принципе, всего три отеля, как я говорю, крестом. Два отеля у нас очень красивые, с красивым расположением, хорошего уровня. Стоимость, соответственно, там будет достаточно высокая. Что еще смотрит у нас в Тбилиси? Ну, это, наверное, основные инцхеты, Кахети, Казбеги. Плюс в этом году добавлены групповые экскурсии в Боржоме. Есть со спа-пакетом, то есть можно на день туда уехать, просто отдохнуть, порелаксировать. И плюс, обратите внимание, в Тбилиси плюс экскурсии на выбор добавлены групповые туры именно в Батуми. Есть на два дня, есть на три дня. То есть, в принципе, туристы сначала живут в Тбилиси, а потом на поезде едут в Батуми. В принципе, на поезде всего пять часов до Батуми, на машине гораздо дольше, потому что это все-таки горные дороги. То есть, добавлена вот эта групповая экскурсия как раз в Тбилиси плюс Батуми на поезде. Обратите это внимание, это все есть в корзине и есть в описании тура на сайте. Вообще, в принципе, по стандарту мы все программы указываем именно в описании тура на сайте. То есть, называется Тбилиси плюс экскурсии на выбор курсор, наводите на него, вам открывается программа, вам открываются дни проведения и время проведения данных экскурсий. Обращайте на это внимание. По поводу чартеров хочу сказать следующее. Нерентабельны вообще, в принципе, чартеры. Но вы чартеры куда хотите? В Батуми вы имеете в виду? Ну, в любом случае, чартеры даже в Батуми, они нерентабельны и слишком дорогие, потому что стоимости билетов, как ни странно, в Грузию у нас где-то в сезон до 300 долларов достигают. Это достаточно большая стоимость для авиабилетов. Единственное, что, так как начала летать Победа, она немножко снизила стоимость туров. Но мы все понимаем, что Победа это, соответственно, российский локостер. И, в принципе, ты купил тариф, а дальше ты уже докупаешь все остальное. Багаж, места, питание и так далее. То есть, в принципе, стоимость билета практически выходит то на то, как если бы ты летел на грузинских авиалиниях. Кстати, я советую полетать на грузинских авиалиниях. Уровень авиакомпании очень высокий, очень вкусно кормят. И плюс, соответственно, вино угощают на бортах, на рейсах. Вот, поэтому достаточно много перевозки для того, чтобы оставить чартеры. Потому что можно на регулярке авиакомпании Победа улететь гораздо дешевле, чем именно на чартерном рейсе тоже Батуми. И, скажем так, вот, если я ответила на ваш вопрос. Так, по поводу... Это уже у нас экскурсия по Тбилиси. То, что показывают туристам, соответственно, кафедральный собор Святой Троицы, серные бани, метехи, крепость Нарекала. В принципе, экскурсионка очень обширная и неоднообразная, я бы так сказала. Потому что всегда есть программы, где можно найти для себя и для туристов какую-то изюминку. И в любом случае Грузию нужно посетить только ради того, чтобы посмотреть на ее природу. Потому что, я считаю, Грузию, в принципе, не обделили у нее и пряжный отдых, и красивые горные пейзажи. И вкусная... Различная кухня. То есть, только, наверное, ради этого стоит посещать Грузию. В принципе, у меня все. Если есть у вас какие-то вопросы, можете задавать. Если нет, я рада вас сегодня была всех услышать. Ведите в чате. Спасибо большое. И ждем вас в Грузии. Мои контакты есть на сайте. Пожалуйста, если нужно что, пишите, задавайте вопросы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok